Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Еще одна неделя миновала, мы на основании тех данных, которые выходили, снова убедились в том, что сегодня мировая экономика сталкивается с самым настоящим вызовом. Это новый финансово-экономический кризис, источником этого кризиса стала пандемия коронавируса. Последствия его уже точно превзошли последствия кризиса 2008 года. Поэтому дальше, когда мы будем анализировать показатели уже в следующем квартале, по итогам второго квартала, уверен, что макроэкономическая конъюнтура покажет еще большее ухудшение. И, наверное, прецедентов такого рода вообще в новейшей истории не было. Хочется верить, что подобная ситуация больше не повторится. Но я думаю, что прежде чем, опять же, начинать кумекать о том, что будет дальше, нам нужно посмотреть, как мировая экономика будет выбираться из-за текущей непростой ситуации. Потому что риск того, что влияние коронавируса может претерпеть, опять же, повторную вспышку, он еще есть и неясно, как центральные банки после вот этих невероятных по объему мер экономического стимулирования будут, собственно, справляться с задачей баснословного роста баланса и как они его будут впоследствии сокращать. Я думаю, что, забегая вперед, это не может не волновать и не может не интересовать. Поэтому в будущем, друзья, будет крайне интересно следить за позициями регуляторов. И я надеюсь, что в будущем это будет обеспечивать рынок с достаточной волатильностью. Впереди выходные, проведите их хорошо. Важно, чтобы в понедельник вы вернулись на рынки с хорошим настроением. У нас в понедельник с вами снова две встречи. Это брифинг и вебинар «Правильный понедельник». С большим удовольствием вас всех приглашаю. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас сложилось за минувший день и что происходит сейчас. Рынок нефти 26,97. Друзья, я не буду, наверное, комментировать прирост, либо локальное снижение, которое происходит с этим активом. Тем более, что вот сейчас мы определились уже на этой неделе, что пока что у нас сценарий работы с рынком нефти следующий. Мы ждем экспирации июньских фьючерсов. Произойдет это 19 мая. До этих пор предвкушаем выход данных по запасам нефти в США. Это, опять же, прирост запасов в главном нефтяном хабе штата в Кушинге. И, в принципе, этот регион является сейчас лакмусовой бумагой того, насколько интенсивно растут запасы и как вместе с этим сокращаются свободные мощности для хранения. До этого рынок нефти лихорадил от роста предложения, катастрофического падения спроса. Сейчас все это упирается в как раз отсутствие хранилищ для нефтянки, когда нефть оказывается невостребованной. В эту среду, как вы помните, запасы выросли, но не так сильно, как прогнозировали эксперты. Я думаю, что тенденция роста продолжится. Кстати говоря, друзья, в следующую среду точно будет статистика снова со знаком плюс и уже фактически станет 15 неделя прироста запасов подряд. До 19 мая мы ждем все-таки сохранения инициативы за продавцами. Очевидно, что сейчас ключевые проблемы для рынка нефти, они не решены. По-прежнему мы говорим о том, что нефть не нужна. Автомобили, воздушные суда, самолеты, автомобили в гаражах, самолеты в ангарах, промышленность мировая парализована. Это все следствие жестких мер карантина, которые продолжают действовать, но с некоторыми послаблениями, также в некоторых регионах. Но это пока что не тот фундамент, на который можно было бы рассчитывать на возобновление спроса со стороны мировой экономики. Поэтому не нужно поддаваться, возможно, на ложные повышательные бычьи порывы, которые рынок нефти демонстрирует. Я думаю, что по крайней мере большую часть предстоящего месяца, ну точнее он уже наступил, большую часть мая, мы поработаем с короткими позициями. Рубль 74,41. Российская валюта просела против доллара и евро под закрытие минувшего дня. На следующей неделе будем ждать возобновления распродаж. Индекс доллара 99,14. Отбились мы в очередной раз от поддержки 98,80. По статистике по штатам сказать хорошего нечего. Только лишь продолжение ухудшения фундаментального фона. Наличные доходы снизились на 2%. В прошлом месяце расходы просели на 7,5%. Заявки на пособие по безработице 3,8%. То есть с середины марта, получается, без работы осталось больше 30 миллионов человек. На следующей неделе, друзья, Non-Farm Perils, официальные цифры, которые будут аккумулировать вот эти вот все последние обращения за заявками и позволят нам говорить о росте уровня безработицы, уже, оперируя официальными цифрами, в районе, в диапазоне, скажем так, от 15 до 20%. Доллар до сих пор не отстоял свои защитные качества, не показал преимущества, опять же, себя как валюты фондирования. Возможно, ему нужны официальные цифры от Non-Farm Perils, хотя я тоже не хочу сильно забегать вперед и не хочу накаркать, потому что может оказаться так, что и предстоящий отчет Non-Farm Perils также будет проигнорирован долларом. Но я, друзья, по-прежнему верю в рост американской валюты. Золото 1687. Мы в очередной раз откатили ниже 1700 долларов. Но я надеюсь, что вы в золото не разочаровались так же, как и я. Евро против доллара 1.09.43. Давайте тут остановимся чуть подробнее и начнем мы, наверное, прежде чем перейти к непосредственному заседанию Европейского Центрального Банка, со статистики по темпам экономического роста еврозоны. Как вы помните, по итогам первого квартала был зафиксирован спад на 3,8%. Это хуже, чем прогнозировалось. По отдельным экономикам спад в Испании больше, чем на 5%. 5,2%, по-моему, в Франции 5,8%. В Италии там вообще страшные показатели. В общем, тотальнейший упадок, который сейчас демонстрирует весь валютный блок. По решениям по ставке Европейского Центрального Банка. Без изменений все осталось. И мы после этого сфокусировались именно на выступление Кристин Лагард. Ждали. Но на фоне таких данных Кристин Лагард должна анонсировать ранее обещанные меры поддержки экономики в условиях именно кризиса, в условиях распространения пандемии коронавируса, кризиса общественного здравоохранения. Потому что были сценарии вот этих доп. стимулов в виде того, что могла быть увеличена программа количественного смягчения, либо Европейский Центральный Банк мог бы сообщить о готовности также покупать облигации стран с мусорным рейтингом. Это очень актуальная тема была. Буквально за день до заседания Европейского Центрального Банка, как вы помните, ФИЧ снизил рейтинг в Италии до мусорного уровня. Но вот я был абсолютно уверен, что какая-то из этих мер будет задействована. Однако Кристин Лагард приняла решение пока что не полить дополнительные ресурсы и не принимать дополнительные меры. Она очень много говорила о том, что текущая ситуация в экономике это страшнейшая головная боль, это хаос, это самая настоящая разруха. И игнорировать, собственно, это нельзя. Поэтому Европейский Центральный Банк подождет еще какое-то время, я думаю, что до следующего заседания, посмотрит, как отработали прежние доп. меры поддержки. Если окажется, что экономика не смогла в этих доп. стимулах найти поддержку для восстановления, тогда будут палить из других орудий, вот приниматься те меры, которые я только что озвучил. Важно отметить, друзья, даже из вчерашнего роста евро для продавцов можно что-то как бы вытащить для того, чтобы впоследствии оправдать именно приоритетности этого направления. Если бы Европейский Центральный Банк, друзья, сейчас анонсировал эти новые меры экономического стимулирования, евро бы очень сильно просел. То есть, поскольку этих мер не было, европейская валюта показала обратную реакцию. Но если мы с вами, будучи уверенными в том, что во втором квартале, разумеется, ситуация даже с тем же самым экономическим ростом будет хуже, значит, уже изначально мы можем быть также уверены, что ЕЦБ все-таки анонсирует эти новые меры экономического стимулирования, и вот тогда евро будет снижаться. Я сегодня вышел из короткой позиции. Друзья, буду делать перезаход, опять же, так же, как и раньше, в диапазоне от уровня 1.08 до 1.08.50. То есть, если вы видите, так же, как и я, потенциал для будущего снижения главного валютного риска, тоже советую присмотреться к этому диапазону. Фунт против доллара 1.2562. Все без изменений. Здесь также жду снижения в район отметки 1.2370, и оттуда уже буду продавать. Не вырисовывается у меня образ роста британской валюты на основании тех данных, которые мы получаем, на основании роста безработицы, на основании комментариев Джонсона и перспективах Брекзита. Надеюсь, вы понимаете, почему в связи с этим я не рассматриваю длинные позиции по, собственно, британцу. И биткоин, друзья, мы собрались и были готовы, да и, в принципе, начали его активно покупать. Биткоин накануне дал коррекцию, но расстраиваться не нужно. Это нормальная реакция. Постфактум такого значительного роста. Все равно у биткоина перед халвингом очень хорошая перспектива забраться выше 9 тысяч и приблизиться к планке 10 тысяч. Я думаю, что мы до этого уровня доберемся. Доллар-канадец сейчас восстанавливается. Примерно на отметке 1.40 мы котируемся. Если у нас есть ожидания по снижению цен на нефть, разумеется, то снижение, которое и слабость показала пара доллар-канадец в последние дни, эта слабость уже фактически активно выкупается. И ближайшая цель для пары доллар-канадец это отметка 1.41.50. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.